здравствуйте товарищи вышла подышать так медом пахнут эти цветочки покажу забыла как они называются эти медиком так пахнут уже не видать этих пчелок не видать ой вот эти сиреневые да цветочки ой щенята скулят смотрят забыла сегодня кушать принесла но их покормили принести забыла кушать но и покормили сегодня кто там летает над ухом медовый аромат кстати это выходные медовый спас бы солнышко разомлево обещает нам жару сильную жару но не нам а на юге не знаю хоть бы у нас была комфортная температура ой какой голубь красивый там сизы-сизы переливается аж зеленым вот такой красивый недалековато я бы вам села но у меня точно голубь вот у него куча воробьев воробьев попробую подойти хотя мне пост нельзя бросать никого нету никого нету все в отпусках остались мы вдвоем внутрь это такой разрывные дни разрывной день часы работы за базарчик тысячи мелочей вижу тут блящу солнце мой злой были поехали на дачу картошки подкопать огурцы уже четыре дня не были на четыре дня сына по меня спрашиваю кушать будем я про картошки будем ждать когда картошку приведут с дачи дома полный холодильник чуть есть короче мне тут уже начинает доставать ребят не в шоке на целянную воду я брала за 900 она стоит 300 пенге берут и ставят в центре города за такие цены а берут все кашлы труба датсовская будет у нас в этом году тепло или не будет вот чем вопрос на парк ходить бегать я вчера пошла сердце подохнулась или это скандинавская ходьба ребята перцем на всю хату пахнет только банка постоянно падает не выдерживает прикиньте сколько перца его подымает хоть он и проколотый и придавленный так солим перец потом вино вишневое вот так вот у нас в доме все производится вот ребят вот это говняная мицеллярная вода я еще не посмотрела на касса для жирной кожи у меня кожа сухая на и так не подходит вот один в один вот эта вода стояла в гипермаркете продуктовом там где-то за 900 деньги это еще самая маленькая цена была там ну там другие известные фирмы я подумала возьму-ка я народные рецепты по светофорам же давно не ходила а сегодня заехали светофор я офигела 300 и 900 в три раза подняли цену это что такое вообще это вообще там пипец короче ну вот как вот эти с кем разбираться счет фактуры их не проверять поступление было такое или нет там всю частная лавочка что хотят то и творят она мне теперь знаете на что пойдет вот когда марается от пудры от крема воротники на куртках на плащах она у меня пойдет вот буду чистить хотя и я вам скажу что она знаете какая-то не такая короче плохая она не для кожи плохая какая-то липкость от нее есть вот тут прям такой состав прям это самое и мята и чайная листа ну короче я попробовал мне нравится стянула кожу ну может быть для жирной кожи пойдет ладно подарю кому-нибудь приехали домой мы куда-то поперся с лестницей ничем не не сказал что-то спрос с проводом с каким-то наверно укреплять пошел или тарелку или что там не знаю на ту сторону балкона пошел на ту сторону короче сзади дома так ребята я сегодня кушу борщ с травой я имею эту петушечку чесночок достала и сейчас хочу квашеный огурчик еще достать вот хлебушек купили ребят у меня подставка сломанная сейчас попробую покушать немного вам что есть рассказать короче это прежь это прежь что происходит вообще не понимаю что происходит у меня сегодня ночь это было жуть прикольная так видели моим вообще кусок мяса такая голодная после одни кабачки ела и рис какой кусок хлеба я отрезала у меня голод я не верю мама печенька ильян павлов сидела голодом какие-то препараты принимал таком возрасте так скинуть можно если только болеешь чем-то быстро по моему 8 кило за месяц на по моему так на окно открыто на первом этаже на рука конечно у меня станет пойду постараюсь найти что мне прикрепить я даже не знаю с чего начать да может кто-то посмотрит послушай что-нибудь посоветует может вас тоже такое было на такое совпадение в первый раз в жизни обалденный бурж персты не насыпал я смотрю на кусок мяса я же хочу мясо не кушать как у них кушать голодной же будешь сейчас я найду точно там где-то гремит в этой стороне зарубля она что-то закрепляет если провод дел металлический короче ребята сегодня не могла уснуть ну короче в 2 часа ночи решила покушать типа ночный жор открылся у меня я покушала куриную ножку кабачки и довольно легла спать 2 ночи потом вспоминаю что у меня телефон не заряжен разрядился уже разрядиться скоро поставлю на ночь хотя нельзя так делать на ночь заряжать я беру зарядку я втекнула в телефон а у меня это провод в телефон а этот сам адаптер он отстегивается и у меня как будто кто-то знаете вот так по руке щук выбил и он улетел у меня конечно под такту нашла нахожу вытаскиваю а это не мой адаптер и поняла юмора блин ну короче начала двигать тахту заодно я час искала я снимала камеры короче нет надо отодвигать тахту стал ее отодвигать ну естественно знаете у меня всегда пропадали подследники в боже ма я их машинки не стираю на ноги когда одеваешь кроссовки там ну подследники знаете да что такое типа носочка вы думаете по дивану у меня четыре штуки как-то не туда попая я стираю себя руками машинки что ли не пропадать для нет руками стира вообще пипец нашла там кучу душек еще детских отнуков свой адаптер не могу найти маленький какой-то не мой ну что такое уже все там вымела вымола чистоту навела время три ночи час я искала представлять их сначала снимала сниму на видео там что небольшая такая щель что там лежит такая съемка как подводном мире там пещере вот это все летает как под водой так у меня ночная съемка с фонариком какой резкий все диваны перевернула смотрю на комод за комодом нет думаю ну-ка я отодвину комод отодвигая касса там как бы ниша туда он еще так стукнулся закатился короче нашла включила три ночи представляете поставила бы делим до 7 хорошо чтобы сегодня на сутках на работе и короче я поставил будильник на 7 часов обычно я стою все 6 15 на работу на дежурку и тут у меня довез так что я не поняла юмора кто со мной игрался ночью как можно я стою на комодом лежит телефон включить и выдели унесу как будто на это еще цветочки я сам расскажу основные ягодки ну не знаю может кому-то покажется это ну как не особенно я такие вещи примечаю забрала себя мясо вкусная вещь мясо все я уже спать хочу я кстати покушаю и поставлю на медленный огонь там курочку хочу гороховый суп посварить там грудинка крылышко ну короче вкусненький сарю гороховый суп потому что больше мы доедаем короче рассказываю когда ешь я не могу это рассказывать нет я лучше отдельно это расскажу это история связана с похоронами я не могу найти объяснение то что сейчас происходит просто не могу это резко потемнел ваш смысл скрылась смысл это знак нельзя говорить просто сама не могу рубиться почему так было у меня в дать есть какая-то такая кровь загадочная мне течет андрюша ребенка кто был мой дед только бог знает мама выросла сочин ветер поднимается пусть это будет просто мукбанк а историю я расскажу запишу очень быстро и ребята такая картошечка у нас уродилась на мой ее сын привез не помыли и что поздно время уже десятый час а я варю гороховый суп вот таких куриных рагу брала видите она идет крылышко грудка короче три штучки такие взяла отварила я на медленном огне варю чтобы прозрачным бурье и горошек видно было все уже закипает у меня закипает уже сейчас картошечку почищу хорошую зелень укропчик с петрушечкой еще чесночок могу бросить доброе утро дорогие товарищи сюда собираю торбочки ребята вот такой это мне на завтрак две ложки риса и кусочек с грудинки мясо так а это не на обед гороховый суп тоже с крылышкой куриным так как-то не знаю объемы короче уменьшать еды не знаю что с хлебом делать это мне хлеб надо заменить на цель на зерновой хлеб все равно нужен кусочек кушать и самой что ли начать печь короче подумаю сегодня почитаю прогуглю какой хлебушек можно самим печь у меня есть полба вот ее наверное муку надо перемолоть и с нее лепешечки печь вот точно ребята так и сделала утро вроде бы солнечная но 10-12 градусов не показывает и такая знаете как говорится уж небо осенью дышал уже все чувствуется осень все идем на работу вместе со на улице так свежу но не критично сейчас на солнышко выйдем будет тепло так свежу даже очень выходим как красота солнышко тихо я сегодня очень рано проснулась выспалась и еду рано как нормально идут на дежурку у нас две ходит одна попозже 1 пораньше вот думаю может быть успею которая пораньше ребята с собой взяла сегодня чеки мицеллярную воду и хочу гипермаркету вернуть эту мицеллярную воду так как качество не соответствует цене посмотрим что получится вот потому что извините меня брать со светофора по цене 300 и ставить по 900 в три раза цену увеличить и продавать это я не знаю как это назвать едем с работы заехали до свекрови я так поняла она что-то в больницу ходила короче муж забрал документы она все хочет делать операцию на вены для ну пока что ей как бы назначили мазь всякие препараты мне кажется они не возьмутся потому что возраст так сказать все равно такая всегда операция по-любому будет опасно сейчас узнаем у него сейчас этот период когда он через зубы разговаривает так вот толком ничего еще не разговаривает можно сказать вот такой заскоп короче бывает бывает вот а мне нравится это хорошо комфортно лучше пусть через зубы разговаривать чем достают меня красавец как хорошо маленько в городе жить никаких тебе пробок свободно ездишь что в шахтер заедет у тебя есть наличие мясной отдел фарш взять кто ни карточки не принимает короче муж пошел в аптеку оказывается он приносил мне документы связанные не с больницей все нормально это ясно было понятно что не будут делать операцию из-за возраста столько лет она проходила эта болезнь называется как-то венозной в общем с венами закупорка вен по простому сказать вот сейчас супруг вышел в аптеку тут короче ездим по разным местам потому что в одних местах таблетки разнятся цены у нас короче говоря не могу в кучу язык собрать вот не поехала я в тот магазин с этой мицеллярной водой я короче решила просто на сайте об этом написать отзыв сделаю отзыв на сайте чтобы люди не велись не покупали продукцию которую можно купить дешевле чтобы как бы обман обман произошел я не знаю почему ну потому что центр в центре можно хоть как народ дурить ставить хоть какие заоблачные цены считаем же что в центре качественнее как бы разнообразнее и качественнее они понабрали там со светофора установили эту жидкость для снятия макияжа кошмар я в шоке конечно была меня еще никто так не накалывал я не жадный человек вы знаете так неприятно наверно каждому будет неприятно когда его вот так вот вот так вот явно увидеть разницу цен почувствовать себя просто обманутым вот это я не знаю перец садила со сладким но мне кажется он горький выглядит как горький перец сейчас будем пробовать но не должен быть горький вот это точно горький вот смотрите кривой вот эти сейчас вот эти короче нафаршируем перчики перец мы ели недавно так что ребята с гречкой сделаю я люблю и голубцы с гречкой и перцы фаршированные с гречкой с фаршем мне нравится ребятки короче я нашла еще перцы так что хватит я думала там всего 5-6 перчиков оказывается мне еще полный холодильник перца нашего домашнего дачного итак начну ужин готовить ребята я еще фарш натру морковочки ну чтобы она как так зажарку вообще это делают а я вовнутрь сделаю а зажарку сделаю просто с томатиком и помидорочками и зелень короче труп морковку так сейчас почищу морковку ребят у меня короче такое настроение у нас что-то с супругом не ладится я хочу уехать я хочу уехать в Астану и работать там но я сегодня смотрела вакансии об этом поговорим позже вот короче надо что-то в жизни менять я не знаю нет сейчас такое состояние аж плакать хочется не знаю сможет быть это кризис среднего возраста хотя он у меня уже прошел 45 ну вот 40-55 будет когда он закончится этот кризис среднего возраста я не знаю может мне такой допросняк после длительного опуску ну как длительного ну и да я хорошо отдохнула везде наездила так сказать ездила видела мир и мне не хочется я не знаю мне хочется что-то поменять в жизни я не знаю Я как будто, знаете, я вернулась как будто в тюрьму, честное слово, я себя чувствую почему-то как в тюрьме, не знаю Работа у меня любимая, хорошая, ну, не очень высокооплачиваемая Я себе силы как бы чувствую по мозгам, что я могу на большее, то есть получать большее Ну, не, не то, что из-за денег, вообще хочу поменять образ жизни Я не знаю, я вот этот, вернулась в этот конвейер, блин, у меня, наверное, депрессняк Короче, супруг там что-то мутит с антеннами, что ли, я ничего не помню Ходит с лестницей, вон, не пришел Что ты там мутишь за домом? Жилье себе делаешь А, жилье себе делаешь? Вон оно как, оказывается Вот я уже начала набивать фаршем Короче, достаточно одной морковки Вторую, ладно, пущу на зажарку Так, первые пошли на обжарочку Первый ряд Ребята, и тут же на ходу кушаю Огурчик, помидорчик Сейчас рыбку даем Голодная прибежала Сижу на супчиках Ну, вы видели, сколько я накладывала с утра Голодная Жрать хочу, не могу Ребят, капнула кепса Ням-ням-ням-ням Жир ждет Жир надо Ням-майонез Смотрите, я его капнула А я из физика сожгла О-моё Это мандец Это очень остро Тут мы пошел в машину и встали Или дома Короче Уже осень не началась Уже допустите дают Написать, забыться И спать, да? Ну не знаю, что делать Знаете, со стороны Многие скажут Я жиру густится С другой стороны Вот так не хватает Душевности и тепла Не хватает Остро не хватает Сейчас я половинка Молодым это не понять Ни в страсти кипят Ни в страсти не нужны Я хочу У нас, кстати, есть видео У нас так цопала Наша интернарная свадьба Выставим Как бы сказать, траву в ныне Они все равно сходили Сходили опять в сауну Поплавали просто Сидели Три-четыре года не шутки Знаете Знаете ли Три-четыре года не шутки Попробуйте Сейчас только советские люди Долго живут Вот У меня, наверное, грустные глаза Такая печальная Я не знаю Со стороны Напишите мне в комментариях Какая окажется вам по характеру Какая я Со стороны Я ж я со стороны не вижу Хотя я смотрю видео Смотрю Ну Какая я Ну Немножко зажатая Зажатая Конечно, у меня не раскрывается потенциал Ну Потому что у меня Сильно контакта нету Такого Со зрителями Чтобы Чтобы Что-то Так Проявляться Так Депроявляться Вот Да едим мы ее или нет Дим Уже Сколько мы дни Едим Все Надо Два кусочка осталось Там еще одна Рыба Но это Попозже У меня горит Все Побежала А кстати, ребята Давайте попробуем Кабачки мои Вот баночка Мои Кабачки Квашенные Как же Вот я делаю Это как Квашенные Ой Сейчас Разрезается Крестят Вкусные Очень вкусные Не знаю Я их обозрала Сориентированные Да? Не все Квашения Порезаны для организма Каши Не продукты Не тому Квашения Каши Не продукты Можно все Квашить Все овощи Я сейчас уже наемся Пока перчик готовится Сейчас же огурчик Сюда огурчик Сюда огурчик Горький-то попал-то Такой здоровый Горький И приятный момент Ребят Идем на балкон За картошкой Потому что я в казанок Сразу добавляю картошку Перцем Или голубцем У меня в казанке Так Тут оказывается Очень много мелкой Можно ее просто помыть Прямо Так вот прям Помыть хорошо И прям так Целиком Ее И положить в казанок Вместе с перцем Очень вкусно Она кстати Допитывается Вот этим соусом Так нет Эти большие картошки Сейчас помельче найду Помельче Так Хватит я думаю Ребят Ну вот прям сюда Так я и закладываю Поверху Картошечкой И за 10 минут До готовки Добавляю Помидорчик Чесночок У меня сейчас Делим петрушечка Был бы укропчик Был бы укропчик И лавровый листочек Вот и выключаю И оно будет Все это томиться Еще на плите у меня Ну все Ужин готов Ребятки Ну мы уже поужинали Я съела два перца Но ем третий Очень горячий Села два перца Две картошки Что я вам скажу Это все конечно очень вкусно Очень вкусно Еще столько зелени Я не знаю Камка Но мне Именно с гречкой Кажется они сытнее Сытнее Вкуснее Очень горячий Что голубцы Что перец Обожаю Эти блюда Не знаю Просто люблю Очень горячий Очень горячий Готовьте Убери Не пожалеете Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok